Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в жилой комплекс Символ. Здесь закончен этап инженерного ремонта, после которого мы будем приступать уже к финишной отделке. И в этом видео расскажу про инженерный ремонт максимально подробно, расскажу, какие работы мы здесь выполняли и какие материалы мы использовали. Сейчас вам покажу дизайн-проект для того, чтобы вы понимали, что в итоге получится у нашего заказчика. Прихожая выполнена в светлых тонах. Визуализации мы делаем с разных сторон, для того, чтобы заказчику было максимально понятно, какой интерьер его ожидает. Сейчас вы можете видеть и прихожую, и кухню-гостиную. Здесь у нас несколько столов, обеденный стол и рабочий стол для приготовления пищи. Телевизионная зона. Квартира выполнена в светлых тонах. На полу у нас инженерная доска под дерево. Очень много светодиодных лент, двери скрытого монтажа, интересные картины, трековое освещение. И здесь на визуализациях не забывайте, что должны отмечаться инженерные элементы, такие как вентиляционные решетки. Потому что если вы на визуализациях их не отметите, потом это для вас может стать неожиданностью. Очень много мебельных элементов. Элементов из ДСП и отделкой тканью. Также вы можете видеть много подвесных элементов. Это все упрощает уборку вашего помещения. Это у нас детская комната. Рабочая зона. У самого окна тоже очень интересный прием, который позволяет использовать максимальное количество дневного освещения. И не будет необходимости включать искусственный свет. Ванная комната. Здесь у нас комбинация из нескольких вариантов керамогранита. Светлые тона и серые тона. Также вот у нас один из санузлов. Мебель выполнена в темном исполнении. Душевая кабина. Это отличный вариант, если мы не хотим ванну. И здесь тоже сделана комбинация из разных цветов керамогранита. Сушильная и стиральная машина. Это сейчас уже считается нормой. И располагаются они один над другим. Здесь вы можете видеть гардеробную. Мы уделяем большое внимание местам для хранения. Стараемся на этапе дизайн проекта максимально спроектировать все размеры для того, чтобы в полную меру использовать пространство и вместить максимальное количество вещей. Итак, друзья, вышли мы на стройку и начали, естественно, с возведения перегородок. Для возведения перегородок мы используем газобетонный блок толщиной 100 миллиметров. Реже используем 75 и 50 блок. 75 блок это какая-то легкая перегородка, на которой не будет висеть каких-то массивных конструкций. А 50 блок идет у нас для наращивания какой-нибудь монолитной стены, для того, чтобы пропустить инженерные коммуникации. Не забываем армировать кладку при помощи газобетонного блока. Не забываем про перемычки. Перемычки мы делаем из уголка. Обязательно их красим при помощи специальной грунтовки, чтобы у вас они не заржавели и ржавчина не проступила на ваше уже чистовое покрытие. Еще один лайфхак, связанный с перемычками, мы здесь делаем пропил и полку уголка заворачиваем внутрь блока, для того, чтобы по этой поверхности была максимальная адгезия, штукатурка крепилась именно к блоку. Кто-то использует для перемычек арматуру, но это неправильно. Она со временем может провиснуть и у вас могут появиться диагональные трещины вот в этих местах. Поэтому очень важно не доводить кладку до самого потолка, оставлять 2-3 сантиметра и потом при помощи монтажной пены запенивать этот деформационный шов. Делается это для того, чтобы ваша плита перекрытия, когда ее полностью нагрузят, то есть ваш сосед сверху сделает ремонт, будет плита немножко прогибаться и возможно, что она будет давить на вашу кладку и могут появиться трещины. Поэтому делаем демпферный засор 2-3 сантиметра и заполняем его монтажной пеной. На этапе возведения перегородок стараемся максимально соблюдать геометрию. Если вот сейчас мы с вами проходим в коридор, то мы уже на этапе возведения перегородок эти стены делаем параллельными, для того, чтобы не было подрезок чистового материала уже на финишном ремонте. То есть качественный ремонт вы начинаете с инженерного ремонта, с возведения стен. То есть с самого начала нельзя просто взять и положить плитку на кривые плоскости. То есть изначально для того, чтобы ремонт был сделан хорошо, нужно на самом первом, начальном этапе возведения стен правильно закладывать геометрию всех помещений. После возведения перегородок сразу приступаем к механизированной штукатурке. На всех наших объектах мы штукатурим при помощи механизации. У нас своих 8 станций. Используем мы материал, значит, грунтовка у нас КНАУФ МИТЕЛЬГРУНТ. Это концентрат, немецкий производитель. Он разводится с водой в зависимости от основания. Один к одному, либо один к трем. Штукатурка у нас идет КНАУФ МП75 или ВОЛМА ГИПСАКТИВ. Это два материала, которые хорошо себя зарекомендовали. В мокрых зонах, в санузлах, в ванных комнатах мы используем КНАУФ ОПТИМУМ, либо уже цементная штукатурка, это КНАУФ ОНТЕРПУЦ, либо КРАЗЕЛЬ. Очень важно на этапе механизированной штукатурки до конца сформировать все плоскости, всю геометрию всех помещений. То есть, если мы говорим про кухню, то в зоне кухни у вас должны быть углы 90 градусов, санузел, ванные комнаты тоже должны быть углы 90 градусов. А также не забываем про зоны, где у вас будет встроенная мебель. Стены должны быть, помимо того, что ровные по вертикали, также должны быть выполнены все углы 90 градусов. Это вам облегчит и монтаж мебели, и заказ мебели. То есть, мебельщики не будут брать больше денег за то, что у вас стены неровные, кривые, и им не надо будет устраивать танец с бубнами, для того, чтобы изготовить мебель под ваш объект. После штукатурных работ даем отдохнуть штукатурке буквально неделю, для того, чтобы она набрала прочность, отдала влагу. Если вы приступите к последующим работам сразу, есть риск, что штукатурка отстанет от поверхности пеноблока, от бетона, и как бы потрескается. Она еще не набрала прочность. То есть, нужно дать время для того, чтобы материал штукатурный окреп, набрал прочность, и можно было спокойно делать последующие работы. Еще один важный момент, который стоит отметить на этапе штукатурных работ, это ниша под скрытый плинтус. Вот вы можете видеть по периметру. Здесь сделано, здесь не до штукатурено, до самого пола, значит, ставится профиль, отбивается профиль по всему периметру. Профиль мы используем для гипсокартона 27х28, можно кнауф, можно какой-нибудь самый дешевенький. Это сделано для того, чтобы поймать эту отметку. И вы вот эту зону не штукатурите. Если вы заштукатурите до самого потолка, а у вас в проекте скрытый плинтус, то вам потом придется делать отметки, штробить. То есть, это лишняя работа, не самая приятная, да, и лишние расходы для нашего заказчика. Поэтому лучше на этапе штукатурных работ определиться с моделью скрытого плинтуса, сразу отбить отметку и уже не штукатурить вот до этого уровня. Итак, штукатурка отдохнула, набрала прочность, приступаем к инженерной сантехнике. Приступаем к замене системы отопления от застройщика. И здесь лагерь разделился на две стороны. И проблема первых заключается в том, что застройщик не несет ответственность за систему отопления, которая находится у вас в квартире. Если вы возьмете акт балансового разграничения, то там сразу становится все понятно. То есть, ваша зона ответственности начинается с порога вашей квартиры. И если у вас протечет система отопления, то вы будете отвечать перед соседом снизу. И, соответственно, свой ремонт вы будете переделывать за свой счет. Поэтому лучше переделать систему отопления от застройщика и забыть про это. То есть, застройщик делает тройниковую систему, использует практически всегда самый дешевый материал. Переделываете на лучевую систему. То есть, у вас соединения находятся не в стяжке, а все в открытом состоянии. И даже если что-то случится, вы сразу обнаружите протечку. И также вы используете, уже когда переделываете всю систему, хороший материал, надежный, который прослужит 50 лет и больше. Еще плюсы при замене системы отопления заключаются в том, что вы делаете выводы из стены, боковая подводка к отопительным приборам. Если мы говорим про систему отопления от застройщика, то хромированные трубки выходят из пола и подходят к отопительному прибору. То есть, когда вы будете укладывать числовое покрытие, нужно будет вырезать под эти трубки, ставить какие-то заглушки, либо замазать герметиком. Это все некрасиво. А также неудобно вытирать, убирать пыль под отопительным прибором. То есть, здесь вот вы берете тряпкой, протираете, все комфортно. Либо робот-пылесос у вас катается, никаких проблем нет. Если здесь будут торчать две хромированные трубки, это будет зона скопления пыли. Это еще и хорошо, и с практичной точки зрения. Разобрались с отоплением и переходим сразу к монтажу системы водоснабжения. Сейчас вам покажу водомерный узел, который мы здесь собрали. Вот, посмотрите, какая красота. Здесь у нас водные экраны, система защиты от протечек, редуктор давления, фильтр тонкой очистки, коллектор на горячую и холодную воду. Здесь же также у нас смонтированы коллектора на отопление. То есть, это у нас подача, это обратка. Здесь у нас пульт управления системы защиты от протечек, а здесь у нас спрятался проточный водонагреватель. Значит, по материалам. Краны у нас овентроп, система защиты от протечек Нептун. Редуктора и фильтра это фар. Гребенки на холодную и горячую воду это тоже фар. А система отопления у нас сделана из коллекторов от производителя Stout. Труба у нас используется везде Рехао. Как только вы собрали систему отопления и систему водоснабжения, обязательно опрессовывайте. То есть, ставите под пресс и воду и отопление, накачивайте 10 атмосфер, ставите на сутки и смотрите, есть ли у вас либо нет падения давления. Если падения давления нету, то сборка сделана хорошо и можно приступать к следующему этапу. А следующий этап это у нас полусухая стяжка. Полусухая стяжка делается за один день, но есть нюанс. За ней необходимо следить и обслуживать ее в течение еще недели. Значит, в чем заключается момент? Когда у вас цементно-содержащие растворы набирают прочность, они выделяют много тепла. Тепло испаряет влагу, а цемент не может набрать прочность, если в составе малое количество воды. Поэтому после того, как вам сделали полусухую стяжку, накрыли пленкой, на следующий день вы эту пленку поднимаете, проливаете водой и накрываете снова пленкой. И так в течение недели вы делаете 3-4 раза. Прямо приходите, снимаете пленку, обильно проливаете водой и накрываете пленку заново. И через неделю уже пленку можно поднять. То есть стяжка забрала столько воды, сколько нужно. Все эти мероприятия делаются для того, чтобы марочная прочность вашей стяжки вышла на ту отметку, которая необходима. И также не было никаких трещин, которые могут образоваться, если в вашей стяжке будет малое количество воды. На момент устройства стяжки не забываем про демпферные швы. Мы должны с вами отсекать помещение для того, чтобы избежать появления трещин. Если у вас стяжка по всей квартире будет сделана одним большим куском, то она обязательно потрескается. И вот посмотрите, в местах углов делается вот такая вот тэшка. Это делается для того, чтобы тоже избежать появления трещин. Не забываем про демпферную ленту по всему периметру. Также вы можете видеть шумонет, который делается под стяжкой до устройства системы отопления. То есть он заводится на стены буквально на 15-20 см выше стяжки. Делается стяжкой и потом это все подрезается вместе с демпферной лентой. Эти мероприятия тоже позволяют избежать дополнительных напряжений в стяжке и исключить появление трещин. Как только стяжка будет готова, даем ей 1-2 дня настояться и сразу приступаем к монтажу черновой электрики. Электрику мы делаем в серой ПВХ-гофре. Гофра у нас производитель ДКС. Эклипс аналогичного производителя, значит гофра не вылетает из этих клипс. И поэтому сейчас это самая оптимальная цена, качество, если мы говорим про гофру и клипсы. Кабель у нас ВВГ-НГ-ЛС. Сейчас я вам его покажу. У него даже есть еще специальный заполнитель. Кабель круглый. Сейчас я вам покажу щитки. Вот у нас силовой щит. Вот так вот он собран. Каждый потребитель подписан. Вот так идут кабеля вверх. Есть еще слаботочный щит, где будут располагаться трансформаторы для светодиодной ленты. Иногда клиенты к нам приходят уже с готовыми дизайн-проектами. И мы частенько видим ситуацию, когда дизайнер прячет трансформаторы куда-то в ниши, в полки, под потолок, куда-то за картину. Так делали в 19 веке. Сейчас должен быть слаботочный щит, куда мы прячем все трансформаторы. У вас к ним есть постоянный свободный доступ. То есть в случае его поломки его можно просто заменить, не нужно ничего разбирать, не нужно корячиться, как-то там сувать руку. У кого-то большая рука, у кого-то маленькая. То есть нужно искать специального человека с универсальной рукой, чтобы он залез, взял, отсоединил, потом подсоединил обратно. Это очень долгая история. Поэтому правильное решение это вот то, что я показывал ранее. Это отдельный слаботочный щит, где мы прячем все трансформаторы для вашей светодиодной ленты. Так, какие моменты по электрике? Обязательно делаем вертикальные штробы, никаких горизонтальных. Потому что когда стены зашпаклюются, все будет белое, непонятно, как идет кабель. Поэтому только вертикалка, чтобы было понятно, что если есть у нас подрозетник, то кабель идет строго вверх и никак по-другому. Это очень упрощает монтаж кухонной мебели, каких-то картин. То есть что-то забылось, уже не помнится, где как что проложено, белое и белое. Стены уже на финишном ремонте, когда мы все зашпаклевали. Поэтому штробы должны быть строго вертикальные. И вы никогда не попадете в кабель, если будете что-то монтировать из мебели, либо вешать картину. Как только черновая электрика готова, мы берем самые дешевые розетки и выключатели, монтируем их. И при помощи них проверяем работоспособность всей электрической цепи. На данном этапе заказчик может прийти на квартиру и проверить, как у него устроено освещение и электроснабжение. И если ему что-то не понравится, выключатель не в том месте. То есть когда мы смотрим планировку, по дизайн проекту это одна история. Когда мы уже на площадке, немножко все воспринимается по-другому. И можно передвинуть влево-вправо выключатель, добавить какую-то розетку. Просто когда у вас уже сделана шпаклевка, уложена плитка, это тоже можно сделать. Но это будет стоить денег и это будет немножко долго по времени. Поэтому вот на этом этапе, когда все готово, вы приходите и смотрите, как у вас организована система освещения и электроснабжения по всей квартире. Итак, друзья, электрика готова и приступаем к монтажу приточно-вытяжной вентиляции. Не забывайте, что она имеет определенную толщину. И это нужно учитывать при разработке дизайн проекта. То есть высота потолков в помещениях, где у вас идут воздуховоды, она будет немножко ниже, нежели чем в комнате, к примеру. В комнате у нас может быть только диффузор. А сами коммуникации, они у нас обычно проходят в коридоре. Для того, чтобы только коридор нужно было опустить по высоте, а остальные помещения сделать потолки максимально высокие. Само сердце приточно-вытяжной системы мы обычно монтируем в каких-то подсобных помещениях. Для того, чтобы можно было сделать люк на потолке, чтобы обслуживать всю эту систему, менять фильтра, чтобы был максимально быстрый доступ. Вот так выглядит правильный инженерный ремонт. Один из самых главных этапов. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!